У главных спортивных объектов Саратова сезон ремонтных работ. Правда, в одних он идет полным ходом, а в других под вопросом из-за перебоев с финансированием. Какие преобразования ждут бассейн Саратов и дворец спорта, узнала Юлия Шишкина. Плановый ремонт в бассейне Саратов – сигнал для чиновников. Время оценить состояние спортивного объекта. Сначала результаты прошлогодней реконструкции. Обновленная большая чаша, восстановленная система теплый пол, новые вышки для прыжков в воду. Несмотря на почти 55-летний возраст бассейна, вполне удовлетворительные условия для подготовки спортсменов, уверен губернатор. Результаты какие даете? Результаты у нас очень высокие. И плавание, и прыжки – одно из лучших в России. После главной чаши бассейна теперь хотят заняться малой – утеплить специальными панелями. Она изначально построена не под тот температурный режим зимний, который существует по погодным условиям на данный момент. То есть в некоторых местах она промерзает. Мы утеплим, и все будет нормально. В этом году на ремонтные работы в бассейне планируется потратить более 8 миллионов рублей. Региональное министерство спорта пока не перечислило всю сумму, говорят, в МУП ФСК. Но на обновление в мужском отделении точно хватит. В этом году в бассейне Саратов собираются отремонтировать мужские душевые. Здесь поменяют плитку на полу и на стенах. А вот современную систему экономной подачи воды устанавливать не собираются. Говорят, денег не хватит. Поэтому здесь будут обыкновенные краны с горячей и холодной водой. Впрочем, модернизировать душ обещают, как только появятся дополнительные средства. От финансов зависит и случится ли обновление у находящегося по соседству дворца спорта. Здесь планируют заменить стекла фасада. Добрый день. Товарищи тренеры, спортсмены. Как дела? Резина? Нормальная. Вот манеж немножко нестандартный. 200 метров стандартный манеж должен быть. Здесь 150 метров. Дворец спорта, как и бассейн Саратов – наследие советского прошлого. Тем не менее, здесь умудряются достигать спортивных высот легкоатлеты, борцы, представители художественной и спортивной гимнастики. В день через эти залы проходит тысяча человек. По словам тренеров, достигать серьезного уровня саратовским гимнастам мешают низкие зарплаты, кадровые проблемы, плохая вентиляция залов. Валерий Радаев пообещал не только кондиционер, но и светлое будущее. У нас в области в целом нет гимнастического зала. Ни для художественной гимнастики, ни для спортивной, ни для акробатики. Поэтому, учитывая, что между этими учреждениями имеется возможность территориально построить такой современный комплекс, мы сейчас будем обсуждать и с городом, и с спортсменами прежде всего, и с Министерством спорта, для того, чтобы взять лучший проект, где есть на территории Российской Федерации, и попробовать его сюда привязать. Гимнастический центр придется привязать не только к местности, но и внешне оформить. Валерий Радаев предложил придумать единый стиль фасадов для всех объектов спортивного кластера на улице Чернышевского, Ледового дворца спорта «Кристалл», Манежа, бассейна «Саратов».